Добрый вечер! Это Павел Воля, телеканал ТНТ и интеллектуальное шоу «Двое на миллион». Единственное шоу, где мы меняем дружбу на деньги. Всё очень просто. Приходят два звёздных друга, я дарю им миллион, и их задача – сохранить эти деньги. Моя задача – помешать их задаче. Давайте начинать! Кто же сегодня блеснёт интеллектом? Пора представить наших гостей. Их дружба прошла проверку и временем, и славой. На гастролях они ночуют в одном номере, даже если им дают два номера. Встречайте! Звёзды стендапа Иван Абрамов и Алексей Щербаков! Маньте, привет! Всё ваше, всё ваше! Это всё ваше! Итак, что мы знаем о наших гостях, кроме того, что обоих мама звала в детстве сынок? Иван Абрамов. Цитирую статью из интернета. С юмором Иван познакомился в раннем детстве. Уже тогда взрослые говорили «Вань, кто у нас ещё тот балагур?» Особенно удачно получалось у него изображать бабушку и героев сериала «Санта-Барбара», друзья. Да! Всё, как нам сказали твои родственники. Нет никаких комментариев, просто хотелось бы посмотреть на Си-Си Кэпппола, пожалуйста. Си-Си Кэпппола-то кто был? А, это который вот так вот разговаривал. Вот с такой шапкой «Мы скоро все умрём», а «Меня заменят на другого актёра». Правильно, их было три актёра, и все они лежали в коме несколько серий. А Мэйсона было две штуки, я помню. Ребята, если кто-то понимает, о чём мы говорим, мы вас поздравляем, вам в районе полтинника. Алексей Щербаков воспитывался в семье домохозяйки и сотрудника ГИБДД. Играл в рок-группе, играет в рок-группе, занимался паркуром, занимается паркуром в шикарном костюме по заборам. Да, моя любимая рубрика. Отслужил в спецназе, шесть лет работал в метро. Лёха, более пролетарской биографии на ТНТ нет даже у охранников здесь. Скажи, как ты смог познакомиться вот с лащённым выпускником МГИМО? Си-си Кэпмола, пожалуйста. Да ничего, меня взяли в стендап, а там уже вот он, и мы уже там уже скорешились. Ты приходишь, а там опа. Да. А там он говорит, мне не с кем дружить. Да, да, да. Никто не ценит моих пародий на Мейселя. И вот он, и всё, я ему делаю вид, что мне нравятся пародии его, и я понимаю, о чём он говорит. Я даже на день рождения был у дочки твоей. Да, и он... Когда меня не был? А когда день рождения у Вани? Слушайте, у него тоже есть, но... Но никогда у дочки. Да, мы были на день рождения, он очень много всего заказал. Подарков. Какой-то он лист, как это называется? Подарков заказал. Wish list. Мы принимаем только хлебные корзины в этом году. Да. И он там написал, очень всё дорого, на несколько тысяч рублей подарок захотел. Пришлось подарить, чтобы... Но мы больше не ходим на день рождения к нему, и... И он вроде как и доволен. Слушайте, честно, когда познакомились, какое было первое впечатление друг о друге? Вот что ты подумал про Лёху? У меня было ощущение, что я с ним вот всю жизнь во дворе провёл детство. Ты испугался. Ну, меня избили, да. Ты меня после первого выступления в стендапе повёз домой на своей машине. А, нет, я тебя вёз на своей машине к тебе домой. Серьёзно? Ко мне домой? Ты меня повёз на своей машине? Я тебя повёз, потому что ты выступил... Подождите, мне хочется разобраться, кто кого пригласил и подвозил. Нет. Я не помню. Я тебя повёз на марке на праворуком помощи. Я тебя поехал, а ты мне пророчил хорошее будущее. Иван, я знаю, что твои любимые книги такие великие книги, как Шантарам. Не-не, Шантарам даже в топ-20 не входят в моих лучших книг. Ну, топ-3 назови. Топ-3. «Преступление и наказание», «Тремушкетёра», «Доктор Живаго», естественно. Ребята, это всё прямо по классике. Русское, французское и русское. Всё прямо как из дневника девятиклассника. Мои любимые книги. Дюма. Это микстура какая-то, что ли? Микстура, абсолютно верно. Микстура от глупости. Лёш, так, чтобы не выделяться на фоне, я тебя спрошу, какая твоя любимая буква, Лёш? Лёш, Жэ, отлично, друзья, значит, мы справимся сегодня с нашей игрой точно. Два интеллектуала, величайшие друзья, прекрасные стендап-комедианты. Можно я вас тоже назову своими друзьями, замечательными коллегами, продолжателями моего великого дела? Давайте начинать. Итак, мы начинаем игру «Двое на миллион». А правило. Прямо сейчас я дарю вам миллион. Всё, миллион ваш, забирайте. Ну что ж, спасибо большое. А теперь я начну задавать вам вопросы, и за каждый неправильный ответ я буду забирать деньги обратно. Всё просто. Хотите уйти отсюда с деньгами, приходите сюда с деньгами, пожалуйста. Но всё на самом деле зависит от того, насколько вы хорошо знаете друг друга, и вообще, насколько вы хорошо знаете хоть что-нибудь. Вы готовы? Прекрасно. Поехали. Первый раунд. Итак, раунд называется «Вопрос для друга». В нём игроки, как ясно из названия, будут выбирать вопросы друг для друга. Один выбирает вопрос, а второй на него отвечает. Цена каждой ошибки – 100 тысяч рублей. Это, между прочим, гонорар Алексея Щербакова за концерт до интервью у Дудя. Серьёзные деньги. Так, скажите, кто из вас будет отвечать первым? Просто выберите. Можем скинуться? Да, можете. Раз, два. Да, на три. Раз, два, три. Раз, два, три. Лёха, молодец, хорошую игру изобрёл. Сидеть с кулаком, пока не проиграет. Алексей будет выбирать для меня категорию. А-а-а. Я буду первым угадывать. Ну, смотрите. Хорошо, всё. Договорились. Замечательно. Тогда езжай тогда. Лёш, давай, пожалуйста, категории покажите. А мне ему надо испортить всё или как? Нет, мы... Нет, итак. Могучий случай. Всё могут короли и наши за границей. Как тебе кажется, что ближе? Вань, ты не участвуй. Я думаю, Ваньке ближе наши за границей. Почему? Ну, он там подумывает о чём уже. Да? Да. Собрался эмигрировать в Молдавию, негодяй? Уже портфель собран. А могучий случай... Это никак не подходит здесь вообще. Вообще? Когда сюда затесалось, непонятно. Не было ни одного случая могучего? Все эти вот коротыши по 20 секунд? Абсолютно. Итак, всё могут короли или наши за границей? Давай, что могут короли. Он немножечко таких голубых королей. Я настроился. Итак, всё могут короли. Замечательно. Всё могут короли. Вань, пойдём к нам. Ну-ка, ну-ка, что вы там выбрали для меня? Всё могут короли. Всё могут короли. Давай. Как ты думаешь, почему остальные категории не выбрали, Лёша, тебе? Ну, видимо, Алексей, ну, действительно, объективно меня оценивает. Итак, всё могут короли. Давайте. Поехали. Внимание на экран. В 1960 году принц Филипп заменял супругу на некоторых официальных церемониях. А на одной из них даже сказал, что королева сегодня вечером выполняет другие обязанности. В это время букмейкеры активно принимали ставки на что, Ваня? Лёша, молчи. Так, есть у меня ощущение, что беременна. Королева сегодня вечером выполняет другие обязанности. Обязанности матери, либо роженицы будущей. Возможно, имею в виду я, что она в положении. То есть залетела, как говорят. Птицы, окей. Как говорят. Что? В кругах принцев. Принц Филипп. Это же испанский филипп, да? Может, принц Филипп, на секунду. Ребят, это может быть и болгарский принц, если честно. Но болгарский тогда все очень... Вань, три, два, один. А, все? Время. Время? Конечно. А в это время букмейкеры активно принимали, беременна ли она принимали ставки? Настолько думаете, что я простоволосился? Что вы говорите? Это же очевидно, Иван. Сейчас я просто сниму сто тысяч. Давай. Твоя версия. На что принимали ставки? На беременность. Ставки. Сказал, что королева сегодня вечером выполняет другие обязанности. Она беременна. Другие обязанности. Она в положении матери. Все. Шикарно. Это принимается. Внимание, экран сейчас нам подскажет, был ли ты прав или нет. Ваня, я ваше новенькое. Ну, поздравляю вас. Ты был очень близок. Ты чуть-чуть не додумался. Ну, как можно принимать ставки на то, что она беременна или нет? Она находилась на УЗИ. Вся страна 9 месяцев не могла понять, она беременна или нет. Внимание на экран. У нее начались. Ставки на то, кем она беременна, мальчиком или девочкой. Она рожала. Минус сто тысяч. Ну, ты был близок. Ну, как можно принимать ставки на то, беременна или принцесса, или не беременна? А почему нет? Ну, ты скажи, она с тестом стояла на балконе, типа. Едем дальше. Леш, ты, к сожалению, нас покидаешь, но просто виртуально. Мы с Ваней хотим поговорить. Красно. Мальчик или девочка. Итак, внимание. Вот это прикол. Покажите категорию. Слабоалкогольные напитки. Это точно не клин. Это мой конец. Криминальная хроника, это уже ближе. И секретные материалы. Как тебе кажется, что ближе подышали? Так, Алексей не употребляет точно алкоголь. Может быть, максимум ряжут. Про наркотики ничего нету. Леша, а я не вмешивался в твое общение. А ну все, прекратите тогда. Точно слабоалкогольные напитки нет. Криминальная хроника. Здесь слишком будет, Алексей, в своей тарелке. Ну и классно. Ну и классно. Секретные материалы, Алексей может вам процитировать наизусть все фразы Малдора. Ты думаешь, это про сериал, да? Ну, либо что-то со сдачей анализов. Мне кажется, Алексею будет интересно секретные материалы. Хорошо, секретные материалы. Леша, пойдем-ка. АПЛОДИСМЕНТЫ Как тебе выбор? Очень не понравилось. Секретные материалы? Вообще. А ты бы что выбрал? Я бы выбрал алкогольные напитки, между прочим. Серьезно? Слабоалкогольные? Да, слабо. Я же все знаю наизусть. Квас. У меня жена пьющий. Ну, что делать? Что делать? Надо воевать. Ребята, 100 тысяч цена ошибки. Поехали. Итак. Согласно одной карикатуре, первый и второй в сумме составляют базу данных ФБР. Назовите первый и второй. Ну, Лех, ну это вообще на поверхности, я считаю. Это те либо мальчик, либо девочка. Вадя. Леш, на всякий случай, я тебе напомню, карикатура это смешная картинка. Шутка такая, но с правдой. Ага, первый и второй. В сумме составляют базу данных ФБР. Что-то одно и второе, это вся база данных ФБР. А ты, да, молчишь, сидишь, деловой довольный? А я думаю, Ваня знает просто. Угу. Ну что, первый и второй... Три, два, один, три. Первый это конь и... А второй? И Трамп. Конь и Трамп. Да. Я бы даже хотел бы посмотреть, что на карикатуре делали вместе Трамп и конь. Составляя базу ФБР. Слушай, твой ответ принимается. Я понимаю, что... Я без понятия... Можно было догадаться. Вань, ты знаешь уже, да? Ну это, видимо, смс или что-то связанное с современными технологиями. Рискну предположить, что это возможно айфон. Давайте для начала... А вдруг конь и Трамп, вдруг правильное? Давайте посмотрим. Давайте. Эх, потому что это лошадь и Клинтон. Итак, правильный ответ. Внимание, очень логичный правильный ответ. Фейсбук и Инстаграм. Это два основных источника базы ФБР. И карикатура, собственно говоря, это отразила. Минус 100 тысяч. И аплодисменты мне, потому что деньги придут ко мне. Ко мне придут эти деньги. Итак, мы продолжаем первый раунд. И теперь вы будете выбирать вопросы друг для друга, глядя не на категории, а сразу на ответы. Один игрок выбирает ответ, второй отвечает на соответствующий вопрос, где этот ответ будет правильно. Цена ошибки все те же 100 тысяч рублей. Ну что, давайте, кто первый, кто последний. Давайте так же продолжим. Я буду отвечать, Леша мне будет выбирать. Давай, тогда надевай наушники, чтобы ты не знал, что тут происходит, потому что мы будем ответы прямо обсуждать. Леша, надо проверить шумоподавляющее оборудование. Петух. Может быть, какие-то еще птицы? Нет, просто животных, он на животных, баран. Нет, все деревецких животных, он... Шикарно работает. Итак, поехали. Правильные ответы на экране. Так. Ага. Акушерка целоваться коробок спичек. А там могут так завуалировать, что и хрен ты догадаешься, кто вообще что. Там вопрос будет на 7 томов. Нет, там просто вопросы, на которые это ответы. Ответ акушерка, да? Короче. Целоваться. Ну, давайте целоваться. Это по Ванькиной теме. Целоваться. Не, ну ты-то знаешь, что я его подвозил на Тойоте в своем. Все с ним. Так, убираем ответы. Ваню, к нам, пожалуйста. Вань, да, можешь снимать его наушники, да, прям снимать. Итак, внимание. Мы уже знаем всей студии правильный ответ. Огромная просьба молчать каждому. Тот, кто произнесет это слово, 100 тысяч рублей, к сожалению, улетят из банка ребят. Поэтому играем за наших гостей. Итак, поехали. Внимание. Во Франции в начале 20 века было запрещено кое-что делать на вокзалах, чтобы не задерживать отправление поезда. Что именно было запрещено делать? Есть ощущение, что прощаться долго и целоваться, обниматься. Ритуал, связанный с прощанием. Мы, конечно, люди здесь грамотные, но мы никогда бы не написали на экране ритуал в стиле прощания. Это чтобы... Это чтобы... Это ж... Это ж... Это ж... Будь конкретнее, обойдись одним словом. Прощаться. Обниматься. Прощаться в обниманиях. А, запрещено было французский поцелуй, длинное дело с языком. Сейчас посмотрю, у меня такой хэштег в карточке даже не умещается. Целоваться. Принято, окей, ладно. Блин, ну ты так сказал, что я расстроился. Послушай. Не хочешь одним словом. Ты на меня не злись, потому что здесь за все ответственная техника. Будешь злиться на экран, который нам скажет, это правильно или нет. Целоваться. Супер. Вы сохранили 100 тысяч. Собственно говоря, Леш, наушники, пожалуйста. Сейчас Ваня выберет для тебя ответ. Давай. Так, нам надо выбрать правильный ответ для Леши. Давайте. Итак, внимание на экран. Вы перепутали наушники, по-моему. Что там, брамсы? Петушатина должна была Ване достаться. Напомню, что мы ставим записи колхозных птиц. Да. О щекотке почта плохого почерка врача. Ну это прям вот ответ, он будет так. А я думаю, мне кажется, это самый очевидный в плане легкости ответ. Плохого почерка врача. Там что-то будет неразборчивое, что-то та-та-та-та-та и другие какие-то слова. Почта, что угодно может быть. О щекотке, мне кажется, это сложно... О чем идет речь, видимо, там будет в вопросе. О щекотке. Все, я выбираю плохого почерка врача, потому что, мне кажется, это самое вот избитое в хорошем смысле для нас. Там будет стихотворение. И не забудьте сгоряча плохого почерка врача. Разворачивайся. Леш, пожалуйста, к нам. Леш, не забудь. Внимание на экран. Вопрос. Известны случаи, когда врачебные ошибки приводили к гибели пациентов. Но ученые подсчитали, что врачам не обязательно ошибаться. Около 7 тысяч американцев каждый год умирает просто из-за чего? Не смотри на Ваня. Думай, просто думай. Как же так-то, господи? Еще раз перечитай вопрос. Вань, молчи, пожалуйста. Все, молчи, пока Алексей молится. Когда врачебные ошибки приводили к гибели пациентов. Но ученые подсчитали, что врачам не обязательно ошибаться. Около 7 тысяч американцев. Ну, типа, врач не ошибся, а пациент все равно. Врачебные ошибки. Три. Два. Один. Ну, забыли ножницы в кровати. То есть не ошибся, да? Так и хотел. Ладно, хорошо. Помогусь тогда как-нибудь? 7 тысяч американцев каждый год умирают просто из-за поноса. Или забывают дышать. Просто забывают дышать из-за поноса. Так? Ну, потому что... Любая версия, которую дал Леша, принимается. Ну, все, понос. Внимание на экран. Правильно или нет? Сейчас втроем прямо сейчас. Скотство такое. Ну, спасибо. Есть какие-то версии? Да, сейчас появилось, конечно. Когда врач тебе выписывает рецепт, ты можешь сам по этой бумажке что-то взять в аптеке? Конечно. У меня же тящее информация. Вот, видишь, ты не входишь в число 7 тысяч американцев, точно. Я думаю, не входишь в число россиян, которые могут пострадать из-за... Ты что, придумаешься, из-за какого почерка врача? А у нас какие-то были другие варианты? Какие? Почта. Ну, что? Вот это да! Голуби выполняли какую-то службу раньше, интересно. Нет, ежегодно 7 тысяч голубей становятся безработными из-за технологического прогресса. Почта, сразу понятно. Из-за поноса? Нет! Итак, первый раунд завершён. В нём игроки потеряли 300 тысяч. Примерно столько же раз родители Ивана Абрамова пожалели, что их сын стал не дипломатом, а комиком. Интереснейший факт от шоу «Двое на миллион». В молодости черноморские окуни в основном девочки. Но уже к пяти годам они меняют пол. Так что не удивляйтесь, если в магазине детской одежды для окуней вы не найдёте ничего розового на пятилеток. Реклама на телеканале ТНТ. Вы смотрите канал ТНТ в эфире «Интеллектуальное шоу «Двое на миллион». У нас в студии Иван Абрамов и Алексей Щербаков. Люди, которые добились в стендапе на ТНТ у Руслана Белова всего, но за деньгами пришли ко мне. Господа, у меня есть по три факта на каждого. И вы должны будете определить, какой из них на самом деле настоящий. Вань, тебе. Лёха получил права с пятого раза. Нет. Лёха воровал комбикорм каждое лето до 2013 года. Сто процентов. Думаешь, ещё продолжаем, да? Но, может быть, что-то явно есть. И Лёха открыл сеть кофеин. Как ты думаешь, что из этого правда? Я думаю, сто процентов первый. Что Лёха получил права с пятого раза? Да, потому что в комбикорме он сильно шарит. Но чисто только до образца 2011 года Лёха никак не мог открыть сеть кофеин, потому что он не любит напрягаться. А с пятого раза, мне кажется, он сдал, потому что ему просто нравилось доводить инструктора. Он говорит, а где эта ручка приключения? Они говорят, да здесь она! А вот здесь она! А ну погудим? Можно? Эх, если бы можно было за это давать деньги. Совершенно верно. Умница, угадал. Прям вот вообще. Лёш, факты. Жена Вани играла в КВН за команду ГУУМИСИС. Что это такое? ГУУМИСИС – это аббревиатура. На всякий случай для тебя. Аббревиатура – это по буковке из каждого слова вместе. Итак, жена Вани играла в КВН за команду ГУУМИСИС. И Ван отказался от свинины ради жены. И Иван отказался от жены ради свинины. Лёш, давай. Короче, смотрите. Знаю, что играла в КВН жена его. Где? Без понятия. В КВН тебе же сказали. По поводу того, что жена татарка. Татар-монголка, если правильно даже. А, он мусульманин же, Ваня. Ребят, выясняется. Жена татар-монголка. Абрамов – мусульманин. Короче, так, Ваня. Ваня. Каблук. Это во-первых. Так что, всё, что делает жена, делает и он. Либо это... Я рожал вторую дочь. Мы разделили. Ну, давайте. Я выберу, на самом деле, конечно, второй. Наверное, ты отказался от свинины ради жены. Вот так мы скажем. Я не знаю, насколько это лживая или не лживая информация. У меня отвечен как правильный ответ. Лёш, ты молодец. Как жена сказала, так и сделала. Напоминаю, после первого раунда в вашем банке 700 тысяч рублей. А впереди второй раунд. АПЛОДИСМЕНТЫ Прикольно, прикольно. Правило второго раунда. Каждый из вас увидит загадку на экране. Загадки будут разные для каждого. Но обсуждать их друг с другом вы не имеете права. За это я сразу заберу деньги. Вы по отдельности подумаете над своими загадками. А потом у вас будет 30 секунд, чтобы соединить ответы и получить название известного фильма. Из двух слов. Фильма или мультфильма? Фильма или мультфильма. Цена ошибки, как всегда, 100 тысяч рублей. Именно столько зарабатывают мамочки Инстаграма, которые сидят дома с детьми и вообще не парятся. Итак, господа, давайте разъедемся в разные стороны. Пожалуйста. Каждый смотрит исключительно на свой экран за любой поворот головы. Минус 100 тысяч. Итак, покажите каждому его загадку на экране. Сколько секунд надо думать? Все тихо? Глядывайся. Глеба. 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 Кресла едут назад. Лех. У меня, к сожалению, нет вообще. У меня вот на 8. 81% что либо положение, либо ситуация. Есть фильмы, где точная ситуация? Ситуация. Ага, нет. Тогда положение. Положение тоже нет, получается. У меня тоже нет неправильной. У меня такая чушь вообще. Есть вариант положения? У меня то ли леденцы, то ли манекен какой-нибудь. Так, давай еще подумай. Ваня, это какая-то... Ситуация. Это какая-то страшная вещь. Три, два, один. Ну что ж... Вместо положения, может быть? Место положения. Погоди, пункт назначения. Послушайте, если вам нужно дополнительные 30 секунд, я вам с удовольствием продам за 30 тысяч рублей. Мы все равно не получим ничего. Давай. Ты просто вообще у тебя нет вариантов? Вообще нет вариантов. Будете тратить 30 тысяч? Нет. Для того, чтобы пообсуждать. Отвечай. Версия. Положение леденца. Да ты... Я вам с удовольствием посмотрел знаменитый венгерский сериал «Положение леденца». Нет, пункт назначения. Давай. Пункт назначения. Шикарная версия. Внимание на экран правильно, нет? Нет. Минус 100 тысяч. 600 тысяч в банке. Шикарно. Давайте посмотрим, какие у вас были загадки. И вместе вы сейчас прям сразу поймете, когда вы увидите. Видите их обе. В нее можно войти, а можно вляпаться. Суворов, куда вошел? Петр Первый, куда вошел? В память, да? Да. В историю. В историю. Дмитрий тоже как бы в нее вошел, но заодно в нее же и вляпался. Вляпаться в историю или войти в историю? Для детей никакие угодно. История игрушек. Тише, Лех, погоди. Обычно в форме определенной части тела. Правильно. Блин, история игрушек. История игрушек. Едем дальше. Пососали мы с тобой. Разъезжаемся, ребята. Разъезжаемся. Итак, ребята, сосредоточьтесь, пожалуйста. Готовы. Ваня, и так мало денег. Очень мало денег. Загадки на экран. Леха, конечно, позор. Это уже Реносан. Тихо. Да ну, епорос. Возвращаемся, господа. 30 секунд на обсуждение. Леш, фильм Чернобыль может быть такое? У меня, по-моему, слово «быль» или эпос, или что-то с этим связано. Или у тебя какой вариант? Ну, у меня какая-то цифра, короче. У меня какой-то 16-й, 18-й, 19-й, что-то в этом роде. История. 15-й, 16-й. А цифра точно? Да, да, да. 15-й, не 15-й, это где-то вот... Это точно у тебя цифры? 17-й, да. Какой-то 17-й? 17-й год, может, 17-й что-то у тебя... А, 1917-й? Может, так и есть. Стоп, это уже был фильм? А у тебя... Был. Первая мировая, недавно «Оскар за...» Да, а у тебя что? У меня... Господа, 3, 2, 1. Что у тебя за слово? И? Вы будете брать 30... Погоди, секунд, за 30 тысяч рублей. Давай возьмем родить. А зачем? Ничего не получится. Погоди. 17 мгновений весны. Хорошо, все. У меня мгновение, пошло обсуждение, я снимаю 30 тысяч. Твою мать! Погоди. У меня... У меня не может быть 17 мгновений весны. А что у тебя? У тебя кое-что? У меня, короче, вот что-то вот было и было. И это правда. А что? Что? Было и было? Было и было. Ну и что? Было и было. Ну это же не песня. Было и было. Ну прошло. Ну 17, 18, 19. Блин, 17 панфиловцев. Легенда 17, может, какая-нибудь? Легенда... А, точно! Легенда 17! Ес! Мы выиграли! Мы уже выиграли. Даже если мы просрем, мы уже выиграли. Легенда 17 ставлю на окон своих дочерей. Друзья, впервые в нашей программе мы принимаем двух маленьких девочек. А теперь, возможно, бывший отец, внимание на экран. Ой, ребята, поскакали дальше. То ли три, то ли 31. Слушай, я был в серединке, не надо. Я знал, что больше 15 точно. Так, кресло, рассадите эту парочку вечно болтающую. Господа, загадывайте. А еще раз такая сейчас будет штука? Внимание! Сейчас будет все время такая штука теперь. Да. Мы забрали ваши трудовые книжки, вы теперь работаете здесь. Хотя пусть катаются. Я вот не знаю, как зрителям, но нам очень интересно играть. Я не знаю, нам просто играть. Нам тоже очень интересно. Мы будем играть до тех пор, пока Иван Абрамов не проиграет всю семью. Загадывай. Поехали. Стоп. Ага. Ага. Все посмотрим. Досрочный ответ, я знаю, что... Да, у меня тоже есть досрочный ответ. Напоминаю, за досрочные ответы в нашей программе ничего. Плюс дочь. Хорошо, давай. Разборайся, я быстрее. Левость, у меня клуб. Серьезно? У тебя что? Какой-то там, наверное, там что-то был про... Цифра опять какая-то. Нет, я знаю, надо просто помочь. От каждого по одному слову. Все, клуб. Клуб. Выдающийся джентль... Клуб веселых и находчивых. Да ну, Илеха. Получается, клубника какая-нибудь может быть. У тебя какой? Примерно, что такие варианты? Я не прочитал. Я просто про то, что... Клубни. Клубная жизнь. Клубная жизнь. Клубная жизнь. Клубная жизнь, нет такого фильма. Клубная жизнь, почему? Погоди, время. Три, два, один... Хорошо, я всех векс обманул. Бойцовский клуб, я все прочитал. Все. Бойцовский клуб. Я просто накалял. Ясно, тихо. Внимание на экране. Бойцовский клуб. Правильно или нет? Конечно, это бойцовский клуб. Это... Второй раунд завершен. По итогам двух раундов наши игроки потеряли. Кто быстрее всех? 430 тысяч. 430 тысяч рублей. А это, между прочим, гонорар Алексея Щербакова после интервью, Дудя. Интересный факт от шоу «Двое на миллион». Зоопарк Токио каждый год закрывается на два месяца, чтобы животные отдохнули от посетителей. У нас в таких случаях есть реклама. Вы пока посмотрите, а мы отдохнем. Реклама на телеканале ТНТ. Всем здравствуйте. Те, кто присоединился к нам только сейчас. Мы продолжаем интеллектуальное шоу «Двое на миллион» на ТНТ. У нас в гостях Алексей Щербаков и Иван Абрамов. Блистательно играет. Ребят, буквально пару слов. Вань, у Лехи больше миллиона подписчиков в Инстаграме. Миллион шестьсот, к сожалению, да? Почти. Да. Он невероятно популярный комик в стендапе, хоть и пришел позднее тебя. Уже дал всем интервью на Ютьюбе. У него несколько своих шоу. Вань, как ты справляешься с завистью? Не, я на самом деле завидую только тем, кого я не люблю. Поэтому никак не справляюсь. Леш, скажи ты вот честно. Ты кому-то из стендапа из вашей программы на ТНТ завидуешь? Да. Кому? Ваньке. Почему? Потому что он на пианине играет хорошо. Вань, ты играешь на пианине. Мы поздравляем. Леша приехал к нам на метре сегодня. Да. В пальте уйдет от Седова. Я в данный момент на самом деле вам завидую тому, сколько у вас денег. Но не завидую тому, что в конце, я надеюсь, у вас ничего не останется. Давайте продолжать дальше. Я напоминаю, что после двух раундов в банке наших игроков 570 тысяч рублей. У нас впереди третий раунд. Итак, раунд называется «Вопрос для двоих». В нем игроки должны вместе дать ответ на вопрос. Вместе на один. Поэтому вопросы будут, конечно же, сложнее. Но цена ошибки все та же. 100 тысяч рублей. А это, между прочим, час работы ДПСника на рублевке. Итак, господа, работаем в команде. Если вам нужна будет подсказка, я вам продам подсказку за 30 тысяч рублей. Подсказки шикарные, клянусь. Вот отсюда, вот буду кидать в вашу сторону. Итак, внимание на экран. Поехали. В фильме «Марадона» Эмира Кустурица описывается церковь имени Марадонны. В одной из свадебных церемоний вместо привычного нам предмета используется футбольный мяч. Вместо какого предмета? Бросали букет невесты. Уверен? Нет. Ты футболист, давай, ты по этим все любишь. Ну смотри, все надо то, что в футболе, приложить на свадьбу. А что бросается обычно вот так в футболе? А вот только вот так. Я согласен с тобой, давай так сделаем. Мяч вместо какого предмета? А, футбольный мяч, так же написано. Вместо букета невесты. Вместо букета невесты. Ну, на всякий случай, что бывают подсказки. Хорошо, букет невесты. Они стоят 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей, напомню, это меньше, чем 100 тысяч рублей, которые мы снимаем за неправильный ответ. Да, букет невесты. Если вы воспользуетесь подсказкой, в любом случае у вас будет плюс 70 тысяч рублей, а не минус 100. Да, букет невесты. Итак, верна ли ваша версия? Экран. Молодец! Молодец! Вот ты, конечно! Букет невесты. Да, ну, браво, что ты даже я. Сображаешь, ты, конечно! Ничего не смог поделать. Господа, читаем следующее. Итак, внимание, вопрос. Соберитесь. Молодец, Вань. В Мехико происходит более 70 вооруженных ограблений в день. В связи с этим в городе стала популярна некая подделка. При стоимости 15-20 долларов она помогает сэкономить жертвам ограблений до 1000 долларов. О чем идет речь? О, это я знаю. Но я забыл, к сожалению. Какое-то сомбреро? Нет, 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 в связи с этим в городе стала популярна некая подделка. Возможно, я знаю. Погоди, стала популярна некая подделка, это пистолет. Нет. Возможно, телефон. Минучку. Перечитай. При стоимости 15-20 долларов она помогает сэкономить жертвам ограблений до 1000. Человек собирает кинуть на телефон, она помогает сэкономить жертвам. Значит, жертвы такие умные, что они вот это, сейчас не пистолет. Да, они говорят, гони телефон такой. Да, конечно, пожалуйста, 15-20 долларов. А, липовый телефон, дешевый телефон. О мобильном телефоне. Господа, время, версия, пожалуйста. Я думаю, что это подделка на мобильный аппарат связи. Он же телефон сотовый. Сто процентов. Сто процентов. Ну, нет, конечно, но просто... Ну, смотрите, ребята. Внимание на экран. Мобильный телефон. Поддельные смартфоны. Совершенно верно. Если честно, этот раунд был сыгран блестяще. Ну, ягаза. Третий раунд завершен. И по итогам трех раундов игроки потеряли 430 тысяч рублей. За эти деньги можно купить диплом МГИМО. Правильно я говорю, Вань? Можно же? Впереди у нас четвертый раунд. Вперед! Итак, в этом раунде игроки будут вместе отвечать на вопросы Блица. Всего лишь несколько секунд на размышления. И как только вы, ребята, дадите неправильный ответ, либо не будет никакого ответа, запустится счетчик. И из банка начнут списываться деньги. С каждым неверным ответом деньги будут списываться все быстрее и быстрее. Вы готовы? Мелышко. Да. Готовы? Нет. Ну что ж, поехали. Итак, поскакали. Лысый мамонт. Слон. Верно. Четвертый падеж. А Иван родил девчонку? Винительный. Правильно. Единственный знак гороскопа женского рода. Дева. Верно. Недуг человека и компьютера. Вирус. Верно. Спортсмен, который ходит сидя. Шахматист. Дальше. Герой мифов и каша. Геркулес. Правильно. Перчатки с одним пальцем. Барежка. Правильно. И часть книги, и президент. А, боже мой. Владимир. Глава. Японское бумажное хобби. Оригами. Правильно. Как в США называют космонавтов? Космонавты. Верно. Все. Стоп. Давай, давай. Космонавский день выиграл. Ну ты, конечно, да. Ваня. Ребята, если честно, вы как команда в Блице сработали блестяще. Шикарно. Раунд завершен. За 4 раунда наши игроки потеряли 508 тысяч рублей. Столько стоит свежая говядина для всех тигров-братьев Запашных в сутки. Но у нас есть и шикарная новость. Деньги у вас больше я отнимать не буду. Буквально через пару минут вы сами будете отнимать их друг у друга в нашем финальном раунде. Очень хорошо. И перед рекламой интересный факт от шоу «Двое на миллион». В среднем за год в московском метро находят от 8 до 10 тысяч потерянных предметов. Так что, если вам Алексей Щербаков подарит на день рождения кошелек с фотографией неизвестной семьи, на всякий случай протрите его спиртом. А пока небольшая реклама на ТНТ. Никуда не уходите. Финал впереди. Вы смотрите интеллектуальное шоу «Двое на миллион». Мы продолжаем нашу игру. Мозги людей способны решать невероятно сложные задачи. Каких именно людей я сказать не могу, но могу точно назвать два имени, которых в этом списке нет. У нас в студии Иван Абрамов и Алексей Щербаков. Но на самом деле, учитывая сумму, которую мы видим на экране, вы шикарно сегодня выступаете. После четырех раундов в их банке 492 тысячи рублей. Впереди у нас финал. И тот, кто в нем победит, забирает все. Финальный раунд называется «Каждый за себя». Потому что в нем игроки сразятся друг с другом за призовой фон. Все ответы в финале представляют собой числа. Чье число будет ближе к правильному, тот и взял вопрос. Кто возьмет больше вопросов, тот и выиграл. На каждый вопрос у вас есть 10 секунд. 10 секунд, господа. За это время вы должны успеть записать свой ответ в планшете. Иначе не засчитывается. Работаем в полную силу. Поехали. Сколько ступенек нужно пройти, чтобы подняться на Эйфелеву башню? Сколько миллионов кошек съедают в Азии ежегодно? Сколько всего друзей было у Винни-Пуха в советском мультфильме? Сколько серий в сериале «Санта-Барбара»? Ваня, твое. Вот здесь я проколюсь. В каком году появился первый факс? Через сколько лет после начала семейной жизни отмечается жемчужная свадьба? Как ты мог это не знать? Жри свинину. Сколько весит Павел Воля в килограммах? Сколько букв в грузинском алфавите? Сколько Оскаров у Джима Керри? Все. Стоп. Итак, господа, подведем итоги. Поехали. Сколько ступенек нужно пройти, чтобы подняться на Эйфелеву башню? Леша, 300 ступенек написал. Ваня, 456 ступенек. Абсолютно точное число, указал Ваня. Неправильное, но абсолютно точное. 456 ступенек, но ты был ближе. 1792 ступеньки. Так, сколько миллионов кошек съедают в Азии ежегодно? Леша, 1 миллион кошек. Ваня, 2 миллиона кошек. Простые друзья, замечаю. 1-2 миллиона как раз. Господа, 4 миллиона кошек. Вань, ты был ближе. Между прочим, столько же съедают кошек за год в шаурмичные у белорусского. Сколько всего было друзей у Винни-Пуха в советском мультфильме? Леша? Пятачок. Пятачок. Айсел. Айсел. Потом Сава. Сава. Сава Бьенмерс. И кролик. Кто-то слишком много ест. А он не друг, он же скотина какая-то. Но тем не менее, Леша скотину приписал к друзьям. Вы ответили оба 4, и это совершенно верно. Да, 4 друга. Пока, тучельку. А, ты пока выигрываешь. А, блин. Сколько серий в сериале Санта-Барбара? Леша, 2000 написал. Ваня, 567 серий. Примерно сколько из ступенек. Леша, я тебе скажу, что ты почти ответил правильно. 2137 серий. Иван, позор, а ты еще записался в клуб знатоков Санта-Барбары. Это вы меня записали? Это Википедия меня записала? Я вообще ни при чем здесь. Си-Си Кэппл там в коме крутится сейчас, думает, что ты делаешь. Блин, еще один, но мы сравняемся, да? В каком году появился первый факс? Леша, 1940-й написал. Ваня, 1976-й. Ребят, вы не представляете, Леша был ближе, потому что это 1850-й год. Так, все, мы сравнялись, теперь мы сравнялись. 1850-й год. Опасность. Паша, если ты подведешь меня по килограмму, я не знаю, это... Ребят, если вы узнаете, что пейджер появился в 12-м веке, вообще с ума сойдете. Так, 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 так. Так, через сколько лет после начала семейной жизни отмечается жемчужная свадьба? Леша написал, 30. Ваня, 12 лет. Сколько ты, 9 лет ты в браке? Сколько? Да, ну, 10 сейчас будет, да. 10 будет. У тебя пока вот фаянцевая свадьба называется. У меня как кожная была, у меня медаль есть. А ты сколько? 12. 12 лет ты в браке? Ну, не в браке, но официально встречаемся. А в браке сколько? А в браке, получается, ты 14, 6 лет. 6 лет. У тебя чугунная свадьба, чугунная. Я, видишь, разбиратель этого всего. А жемчужная? Но я про жемчужную ничего не знал, а Щербаков знал точно. 30 лет. Совершенно верно. Добрый вечер! Хорошо, хорошо, есть. Какой, ну, деньг. Итак, сколько я вешу в килограмм? Деньги. Леша написал 63 килограмма я, а Ваня написал 50 килограмм. 50 килограмм? Он тебе что? Кто? Я тебе что? Кто? Он тебе что? Гимнастка. У меня сын уже весит 50 килограмм. А я с небольшой разницей от него. Если честно, мой вес колеблется буквально в граммах. Но я вам скажу, это абсолютно правдивая информация. В 11 классе школы я стал весить 60 килограмм. Этот вес я держу до сих пор, ничего для этого не делая. Леха, ты был ближе. Сколько букв в грузинском алфавите? Леша, 48 букв. Ваня, 32 буквы. Мне послышалось другой алфавит. Леша, ты можешь сказать, вот, кроме тех букв, которые мы знаем, вот, 15 других букв, это что за буквы еще? Я знаю, что ты думаешь, отдельная буква у них Хачапури. Отдельная лодочка, чтобы Хачапури с лодочкой получился. Лю-ля, это две буквы, лю-ля. Нет, там есть, там есть буквы. Господи, да дайте же правильный ответ какой, я горюю, два, два, ты не переживай. Какой-то раз и три буквы, ты ошибся на одну, ты был ближе. 33 буквы. Итак, сколько Оскаров у Джима Керри? Сколько ты написал, скотина? Сколько ты написал? Я написал ноль. Ноль? Ноль ты написал? Ноль. У Джима Керри, господи, я три. Я его люблю. А ты написал три? Да. А за какие фильмы как-то? За Вечное сияние чистого разума, за Маску и за Шоу Трумана. Я бы, если честно, тоже бы дал Оскары, но ему не дали ни одного Оскара. Джим Керри, человек, который не заслужил ни одного Оскара. Также Оскаров нет у Бенедикта Кэмбербетча, насколько я знаю, у Джуни Деппа, у Уилла Смита и у Марата Башарова. За что вы так последнего? Нечестное. Но это я... Ты молодец, Леша, аплодисменты. Все, закончено, закончено. Господа, как вы думаете? Какие там еще были два вопроса? Какие еще два вопроса были? Как вы думаете, кто проиграл и кто кого будет ненавидеть в конце? Два вопроса. И я тебе скажу, что это ты, потому что по итогам финального раунда побеждает Алексей Щербаков. Деньги! Деньги! В финальном раунде, а значит, и во всей игре побеждает Алексей Щербаков. И он забирает 492 тысячи рублей. Эти аплодисменты. Браво! Послушайте, по правилам Ваня должен поздравить победителя и признать его интеллектуальное превосходство. Я поздравляю, признаю твое интеллектуальное превосходство. Еще, еще, еще. Вложись полностью в Тенге. Вот сейчас. Ребят, есть еще одно вложение невероятное. Бускоины. Хочешь, я продам? Я вложился в свое время. Леш, честно, вот так вот на вскидку, куда потрачешь 492 тысячи рублей? Я хочу все деньги отдать в фронт Храбенского, это не шутки. Пусть все туда идет, мне ничего не надо. Леха, браво! Шикарное решение. А закончить шоу я бы хотел словами Архимеда. Когда человек с деньгами встречает человека с опытом, человек с опытом уходит с деньгами, а человек с деньгами уходит с опытом. Наш сегодняшний гость уходит с большими деньгами, а другой с внушительным опытом. Это было шоу «Двое на миллион» на канале ТНТ. С вами был Павел Воля. До новых встреч. Пока! 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 Я поздравляю. Спасибо. Ванька, я поговорю. Спасибо.